Представьте себе, июнь 41 года, Днепрогэс, немцы бомбят его, и все служащие администрации этой стройки бросаются в железобетонный бункер, а в бункере оказывается еще хуже. И вот автор книги, о которой сейчас расскажу два слова, он тоже там, и он затем описывает этот сюрреализм, когда девчонки-секретарши скользят по полу, а они встать не могут, встали и снова подскользнулись, потому что вода ушла, а Илт остался на дне, и там стоять на ногах невозможно. И он думает только об одном, только бы выбраться из этого ада, уж лучше там под бомбами погибнуть. И вот на всем протяжении вот эта книжка, Вторая мировая война дядюшки Антона, это сюрреализм, не выходя из дому. Надо же, вот такие воспоминания человека о войне, много всяких воспоминаний, но вот эту книгу я издал только потому, что нигде такого больше не прочтешь. Книга существует о прелестном Архангелогородце, который в 41-м году был в командировке, когда началась война, на строительство Дни Прогресса. Туда съехали со всего Союза, строили, да, и он приехал со своей женой Илиткой. И вот когда все это кончилось, потом, а после, он записал это все в тетрадях. Вот так выглядит дядюшка Антон, фамилия его Ля Пошенко. Я всегда влюбляюсь в автора книги, в его похождения, и навязчивая мысль появляется посетить те места, которые он пережил, через которые он прошел. Антону моему очень повезло. Он попал в Южную Германию, под Мюнхен, на завод, на частный, где делали всего лишь подковы для лошадей. Но вот там все страсти происходят, когда их освободили американцы и ушли. И они от нечего делать, болтаются по лесам, он находит мотоцикл, брошенный немцами, с пулеметной турелью на коляске, без пулемета, правда. И вот он носится по автостраде, и в один из дней поперечная автострада, и по ней крон немецкой армии проходит. И он сидит в этом мотоцикле и принимает этот парад, кавычках, так сказать. Немцы дисциплинированной нации. И когда объявили капитуляцию, то они возвращались мимо его на зимние квартиры. Для него война кончилась вот таким торжеством, опять же, и сюрреализмом. И вот влюбленный село героя, я как-то искал повода, так сказать, посетить те места, где он был. И тут в Аркангельске появился немец, художник, кербель. Я в компании с ней был, я рассказал, что книга вот такая издана, показал. И он мне устроил поездку. Он устроил мне поездку на этот завод. То есть я приехал на завод, мне все до боли было знакомо. Я легко очень ориентировался, вплоть до того, что я увидел кусочек решетки того времени. Через забор они вылезали в лес просто за гребами, там зачем-то еще. Я, конечно, все это дотошно поснимал. И если бы сегодня издавать эту книгу заново, то я бы поместил и иллюстративный ряд, который потом оказался очень таким важным. Ну, книга издана, вот она такая есть. Вторая мировая война дядюшки Антона. Субтитры создавал DimaTorzok